Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Филигранная работа президента России Владимира Путина позволила разрешить Нагорно-Карабахский конфликт. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ряду российских СМИ. И очень хорошо, что благодаря работе президента России, причем эта работа была такая филигранная, я просто в один из дней наблюдал за этой работой, скажу прямо. Владимир Владимирович просто находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта. Если бы не его работа, скажем прямо, то этот конфликт мог продолжаться до сих пор. Дмитрий Медведев напомнил, что обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией наблюдалось и в 2016 году, подчеркнув, что еще тогда была подготовлена дорожная карта урегулирования. Я отлично помню, как в 2016 году я тоже летал мирить Азербайджан с Арменией, когда у них тоже был острый конфликт. Он не был таким продолжительным, практически полуторамесячным, как последний. Но тем не менее, тогда была подготовлена карта, но, к сожалению, страны этим не воспользовались. Все привело к новому конфликту, затяжному, с большим количеством жертв. Замглавы Совбезы России указал на то, что после того, как в ноябре 2020 года горячая фаза конфликта в регионе была прекращена, ситуация в целом успокоилась. По мнению Дмитрия Медведева, это самое главное, что люди не погибают и есть возможность для развития. Он добавил, что это огромный труд, из-за которой и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России. Медведев напомнил, что 11 января лидеры России, Азербайджана и Армении встретились в Москве и наметили пути по экономическому оздоровлению ситуации. И теперь есть все возможности для развития экономического сотрудничества. Коснулся Дмитрий Медведев и вопроса статуса Нагорного Карабаха. По поводу статуса, если бы вы знали, сколько времени я потратил на обсуждение этого вопроса с коллегами тогда по этому диалогу. И вот на мой взгляд совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе, он действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать. Потому что любая электризация вот этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд. Сейчас это сделать невозможно. Тем более, что позиции сторон здесь очень сильно различаются. И даже внутри Армении на эту тему идут дискуссии. Я напомню, что Армения ведь не признавала независимость Карабаха. И об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Поэтому вопрос о статусе лучше отодвинуть на будущий период. На вопрос о роли Турции в Нагорно-Карабахскому регулировании замглавы Совбеза России подчеркнул, что вопрос ситуации в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, поскольку таковы сегодняшние реалии. Понимаете, Турция, наш сосед, очень важный партнер и очень близкая страна для Азербайджана. И этот фактор невозможно не учитывать. У нас с ними продуктивный диалог. Президент нашей страны постоянно общается с президентом Эрдоганом на эту тему. Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. Эти реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции. Медведев напомнил, что было принято решение о создании российско-турецкого специального контрольного центра за ситуацию в Карабахе, в котором принимают участие турецкие и российские военнослужащие. И такой центр стал элементом общей стабилизации. При этом, по словам Дмитрия Медведева, он не стал бы оценивать создание данного совместного центра как элемент долгосрочной политики или выстраивать здесь одну из конспирологических теорий. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе открылся в субботу в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана. В церемонии открытия центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, замминистра обороны России Александр Фомин, а также замглавы Минобороны Турции Юнус Эмре Хараос Мануглу. Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов выразил надежду, что совместный центр внесет свой вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе и пожелал успехов личному составу центра в дальнейшей деятельности. Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Хараос Мануглу поблагодарили азербайджанскую сторону за проделанную работу и созданные условия для осуществления совместным центром деятельности в полном объеме. Александр Фомин подчеркнул, что осенью прошлого года усилиями и волей трех государств, президентами Российской Федерации Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения, был фактически остановлен, цитата, «пожалуй, самый продолжительный и кровопролитный конфликт на постсоветском пространстве». Замглавы Минобороны России отметил, что Азербайджан провел колоссальную работу по созданию на своей территории российско-турецкого мониторингового центра. Азербайджаном непосредственно под руководством главы государства была проведена колоссальная работа по созданию этого прекрасного центра и его оснащению всем необходимым для работы. Также Фомин назвал создание центра новым этапом в миротворческой деятельности в Карабахе и указал на то, что Россия и Турция имеют большой опыт взаимодействия. «Это новый этап нашей миротворческой деятельности. Мы имеем большой положительный опыт взаимодействия с Турецкой Республикой, турецкими военными. Отличный пример тому нашего взаимодействия по линии постконфликтного урегулирования на территории Сирии». Министр обороны Турции отметил, что сотрудничество Азербайджана, России и Турции в вопросе совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, усилит надежные и дружеские отношения между тремя странами. Также он выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет вкладом в создание добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией. Церемония открытия завершилась посадкой деревьев на аллее турецко-российской дружбы. Отметим, совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта развернут на территории Азербайджанской республики в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб совместного центра сформирован в виде командного пункта на паритетной основе 60 военнослужащих с российской и 60 с турецкой стороны. Общая площадь территории совместного российско-турецкого мониторингового центра составляет около 4 гектаров. На территории находятся 65 служебных помещений модульного типа и помещений для проживания, которые обеспечены всем необходимым оборудованием. Территория ограждена по периметру, установлены 4 наблюдательные вышки, организована круглосуточная охрана. Охрану мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия. Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Аверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григориан провели в субботу в Москве первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования транспортно-экономических связей в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования. Отмечается, что с азербайджанской стороны на встрече, помимо главы рабочей группы от страны вице-премьера Шахина Мустафаева, приняли участие также министр экономики Микаил Джабаров и замминистра иностранных дел Халаф Халафов. Напомним, что лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам переговоров, которые прошли 11 января в Москве, в целях реализации пункта 9 трехстороннего заявления о Нагорно-Карабахском урегулировании, которое касается разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе, договорились о создании соответствующей рабочей группы. Отметим, что согласно договоренностям сторон в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования, в частности, Республика Армения должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих азербайджанский Нахчеван с западными районами Азербайджана. В ходе заседания 30 января рабочая группа рассмотрела основные направления совместной работы. Вице-премьеры России Азербайджана и Армении договорились создать экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобилям и комбинированным перевозкам по вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля. Отмечается, что экспертные подгруппы будут сформированы до 2 февраля. До 5 февраля должны пройти их первые заседания. Отмечается, что следующее заседание трехсторонней рабочей группы пройдет в Москве. Дату сопредседателей согласуют в рабочем порядке. Напомним, что президент России Владимир Путин в связи с подписанием трехстороннего заявления по разблокированию транспортно-экономических связей в регионе выразил уверенность, что оно пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и региону в целом, а значит и интересам Российской Федерации. Президент Азербайджана Ильхам Алиф также подчеркнул, что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении и России и их соседей. В Армении разразился очередной оружейный скандал. Служба национальной безопасности страны задержала так называемого оружейного барона, бизнесмена Давида Галстяна. Он обвиняется в поставках в Министерство обороны Республики старых и непригодных артиллерийских снарядов. По данным СНБ страны, Галстян, будучи председателем Совета компании, зарегистрированной за рубежом, по предварительному сговору с директором той же компании с целью хищения средств в особо крупных размерах, заключил с Министерством обороны Армении договор о поставках артиллерийских снарядов для пушек 1983-1986 годов. В результате компания поставила оборонному ведомству снаряды, не соответствующие требованиям заключенного договора, а именно старые снаряды для чешских пушек 1977 года. В СНБ заявили, что с помощью данных снарядов невозможно было решить боевые задачи. В результате сделки компания оружейного барона получила 523 миллиона драмов. Это порядка одного миллиона долларов. Сейчас Давид Галстян и директор компании привлечены к делу в качестве обвиняемых. Служба Национальной Безопасности Армении представила в суд ходатайство для применения ареста в качестве меры пресечения в отношении обоих. Отметим, что это далеко не первый скандал с поставками оружия в Минобороны Армении. Так, в июле прошлого года экс-посол Армении в Ватикане, зять бывшего президента страны Сержа Сарксяна Микаэль Минасян, заявил о причастности власти Армении к незаконной торговле оружием. Якобы Ереван, закупая у Москвы вооружение и военную технику на льготных условиях, затем перепродавал его в третьи страны. По информации Минасяна, операция происходила через того же оружейного оборона Давида Галстяна, которому было дано право от лица республики осуществлять оружейные сделки. Тогда официальных комментариев власти Армении не дали. Неизвестно ли, что Генпрокуратура поручила Службе Национальной Безопасности изучить вопрос и разобраться в деталях? На этом у меня все еще больше информации на портале москвабаку.ру. И хороших вам новостей сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok